Всем добрый день! Привет вам из Илгавы! Сегодня у нас 21 сентября 2022 года. Вот забрал Наташу с работы, едем в Lidl, магазин нам надо. Проедем через весь город. И покатайтесь с нами немножко. Сегодня погода такая более-менее нормальная. Успел немножко поработать во дворе. Все свою брусчатку, тротуарную плитку. Да, сегодня где-то ряда 3 протянул. Дождя не было с утра. И вот до этого времени еще дождя не было. Что удивительно. Ну как бы несколько дней не обещают, если не поменяет прогноз. Вроде как бы по суше обещают. Вот здесь проедем. Там такие деревья желтые красивые. Смотрите. Смотрите, какая красота, друзья. Вот эти вот маленькие, молодые деревца. Вот они, краски осени, друзья. В нашем городе. Сентябрь. Как в той песне. Сентябрь подпалил листву. Вновь приходит тучах рассвет. Но дальше нам нельзя ехать. Мы вот здесь проедемся. И вы с нами попутешествуете по городу. А здесь еще, вот видите, какие зеленые. Самые такие устойчивые. О, это береза такая. А, нет, это не береза. А показалось береза. Нет, нет, это не береза. Ну как это береза здесь? Не понял. Не было, не было и было береза. Вот как меняется. Он прям на глазах уже. С каждым днем все добавляется. Красок больше, больше, больше. Вот это вот березы точно. Интересно. Какими такими, да. Ветка желтая. Больше половины. О, пожалуйста. И кажется, это какая. Пешеходный переход. Да, это липа, да, липа. А это березы. Ну, березы тоже одни из самых ранних начинают желтеть. Березы обычно желтые цвета листьев. Ну, мы сейчас проедемся по набережной. Там тоже посмотрите, как выглядит сейчас, именно в данное время. 21 сентября. Нам с погодой повезло хоть. Когда солнышко на солнечном свете, все равно все красивее. Намного. И настроение другое у людей. Ну, из бассейна сколько молодежи выходит. На бассейне-то хоть работает? Ну, слава богу. Пока еще не закрыли. Слышали, он где-то ледус халлы закрывает. В Юрмале что ли. Платить за электричество очень много. Счета приходят многотысячные. Там, наверное, десятки тысяч получаются. Счета. Ну, попробуй-то эти морозилки. Лед-то надо замораживать. Не хочется про эту тему, друзья, говорить. Но все равно. Хочешь, не хочешь, мы от этой темы никуда не уйдем. Всех затронуло и всех затронет. Ну, здесь немножко постоим. Вот как раз тут напротив гостиницы. Сейчас по мостам проедем вам. Первый мост через Дриксу. Вот сколько машин. На острове люди отдыхают. Ну, кто отдыхает? В основном пенсионеры. Ну, у кого может быть отпуск у кого. Вот сколько чаек. Смотри, там чайки, утки. Весь центр реки Лиелупы. Прям чай, как и утка. Может, там рыба какая мелочь. И они там сейчас откармливаются. Подъедаются. Шулики. Вот еще, видите, на столбах, фонарных столбах, у нас еще эти горшки с цветами висят. Ну, я бы не сказал, что ночи сильно теплые. Не очень. Вот, пожалуйста. Смотрите, уже деревья какие. Буквально недавно ехали, еще все зеленое было. Неделю назад, может, мы ездили. Когда? Так, время летит быстро. Вот оно многообразие красок начинается. Мы вот в этом парке с тобой были. Вот возле этого поместья вот этого. Помнишь, мы кидали листья и фотографировались. Но мы тогда видео не делали. Это сколько лет назад? Может, лет 5-8 назад, 10. Только фотографии делали, друзья. Ну, а потом как-то втянулись, втянулись и начали видео делать. Ну, такие для себя-то коротенькие делали, конечно, иногда. Ну, и не только коротенькие. Ну, жизнь меняется, технологии меняются, привычки тоже меняются. Как телевизоры выкинули, мы компьютеры себе купили. Сначала компьютеры купили. Я себе, потом Наталье. И мы выбросили все телевизоры. У нас их было два. У Натальи свой телевизор, у меня свой телевизор в комнате был. Ну, вот мы подъезжаем к магазину Lidl. Жилмассив Раф, приехали. Ну, здесь очень развиты вот эти вот торговые сети. Разные торговые сети. Столько понастроили, друзья. У нас столько людей нету. Но зато есть выбор. Только одно утешение, что выбор магазинов где-то дешевле. Да, другие нам как-то писали. А вы не считали, сколько это стоит? Да нет, друзья. Что там считать? Все равно мы едем не за одной вещью. Мы едем за несколькими вещами. И все равно выгодно. Ну, что там два наперстка солярки потратить. Ну, вот, закупились с Наташей продуктами. Ну, еще там кое-чем. Там губочки всякие для мытья. Ну, мы вам скажем... Хотели сахар купить. Посмотрели, сахар здесь дороже. В городе евро-09. Ну, там, типа Максим и другие магазины. Здесь евро-19, да? На 10 центов дороже. Нет. Ну, мы с таким расчетом и ехали. Такую небольшую разведочку сделать. По чем же здесь сахар? Так, конечно. Нам с того края, где мы живем, и до Лидл ехать, ну, совсем не по пути. Ну, масло нам, вот, честно признаться, масло нам понравилось. Сливочное, сливочное масло. Здесь понравилось. Евро-59. Правда, 175 грамм. Но вкус вот нам понравился, и все. Вот как. Попробовали один-два раза. Все. Теперь не можем... Другое почему-то, кажется, совсем другой вкус. И почему-то вот этот вкус лучше намного нам пошел. Вот какая красота. Но березы только такими, частично такими веточки желтые. И не сплошняком. Да, везде так. Везде, по всему городу. Ни снизу, ни сверху. О, дождик. Смотри. Вот вам и пожалуйста. Давно не было. Давно не было точно. Ну, что ты будешь делать, а? Вот тоже здесь вот эта кольцевая. Сейчас проедемся по кругу. Покажем вам, как красиво выглядит вот эта вся округа здесь. А был тоже, друзья, вот, да. Был один из самых страшных перекрестков, опасных. Сколько здесь аварий было тоже. Сколько здесь людей побилось. Господи, Маморо. Ой, сколько побилось здесь людей. А потому что... Т-образный перекресток был. Вот эти вот кольцевые, вот эти движения очень хорошая вещь. А по авиации проедем. И проедем прямо туда. Чтоб не забыть, я сам себе напоминаю. Прямо, где сахарный завод был. Может быть, кто-то вновь подписавшиеся к нам подписчики посмотрят, пускай. Потому что кто нас постоянно смотрит, они уже знают, помнят, что мы там проезжали, где бывшая цукорфабрика. Там начинали строить. Ну, сейчас будем подъезжать. Уже, считай, половина построили, даже больше. Филиал Уралвагонзавода. Это российского завода. Здесь строили филиал. И немножко не достроили. Но политика все заглушила. Сам лично наш мэр открывал эту стеллу, это, ну, открытие устанавливали, где завод начинали строить. Вот, вот, когда, сколько людей будет работать, сколько вагонов будет выпускать. И все, резко. Бросили. Вот, здесь мы сейчас поедем прямо. Вот, через Гарризес. Вот, авиация с Гарризес-перекресток. Вот, и солнышко светит, и дождик. Так, что у нас тут? Вон. На горизонте как раз. Видно вот эти, недостроенный Уралвагонзавод. Это вот эта территория, где вот сейчас недостроенный Уралвагонзавод, это Цукурфабрика. Вот здесь мы едем. Здесь стояли, ну, тут дороги не было, они вон там, там дорога, вон старый асфальт еще. И этого не было, этой дороги не было никогда в жизни, друзья. Стояли с сахарной свеклой грузовики, самосвалы. А эта дорога построена была вот именно для Уралвагонзавода, вот этого. Мы сейчас проедем вот здесь в этот тупичок и развернемся, вам покажем. Вот панели стоят, смотрите, все. вот здесь развернемся. Вот обратите внимание, вот это все, это российский Уралвагонзавод. Филиал. Здесь уже была подведена железная дорога, ветки новые, совершенно новые, все. Вот это вот контора, вот хотели, ну, вот это вот. И в 14-м году либо 2015-м, друзья, я-то могу немножко ошибаться, все. Все прекратили, все закрыли, ну, отношения все прервали. Санкции, друзья, начались и все. С какими событиями, догадайтесь сами. Ну, что там догадываться. Тут никакой тайны нет. Это мы сейчас проезжаем как раз по территории. Здесь стоял сахарный завод, друзья. А цукорфабрика, название остановки электрички до сих пор так и не заменили. Вот по левую сторону здесь контора была. Вот я сейчас проеду, вот где машины вот эти стоят. Вот смотрите, перегорожено двумя столбами бетонными, смотрите, двумя столбами. Вот здесь, вот она, асфальтированная дорога, вот здесь стояли десятки, десятки, наверное, сотни, прямо аж вон там, по Гаразос. Помнишь, как стояло, сколько грузовиков? На выгрузку свеклы сахарной. Я когда лежал, почему я утверждаю, друзья, я когда лежал в больнице, нашей центральной, здесь она недалеко, и такие запахи шли переработанной свеклы. Это я сейчас выезжаю здесь, смотрю, чтобы никого не было. Вот эту сейчас контору не узнать. Они переделывают это здание. Бывшее здание, видите, переделывают. Мы приезжали сюда, покупали как-то сахар, но он дешевый был, такой дешевый, в 90-х годах. Я не помню, по-моему, 10 лат ли, или сколько, 11, 12 лат, 50 килограмм, друзья! Так его возьмешь, этот сахар, и хватало, бог знает, на сколько. Ну вот я еще проеду вот так вот, здесь шлагбаум, ну не знаю, открытый шлагбаум, ну не будем заезжать. Вот эта контора. Кто работал здесь, пишите комментарии. Мы догадываемся, кто здесь работал, но не будем говорить. Всем привет, кто здесь работал. Всем здоровья, счастья, благополучия. я имел ввиду, друзья, из подписчиков, что кто-то здесь работал. ну а это здесь пиво, пиво, пиво изготавливают. Час, наверное, завод какой-то. Час, частники, да, вот это, в этом здании, Алус, Даритава, Виеды. Это живое пиво, или как оно? Как из старого кирпича сделали, красиво смотрится само здание. Алус Вейклс, а отверстие открытый. Пожалуйста, приезжайте. Это не реклама, друзья. И суббота, суббота с 11.23, а в воскресенье с час. Ага. Это мы на Цукура. Улица Цукура. Нас сейчас на Пляву поворачиваем. Вон дом строит, кстати. Ну ладно, всех домов не захватишь. Просто там нам не выехать. А надо ехать именно по этой, опять по Гараза с улицы. Здесь еще гуманитарка. Пиртс. Баня? Да, там перенеси сейчас. Да. Баню проехали по правую сторону. Все-таки дождик пошел. Ну как я вовремя успел опять с этой брусчаткой. Сейчас заедем, немножко покажем. Какую больницу. Частично больницу вам. Эту центральную больницу. так как раз успеваем. Тюрьму проехали бывшие. Места осталось только. Самой тюрьмы больше нету. Давно уже разрушили. Здесь уже лес. Вот здесь открытое место. Видите лес какой вырос. Это Парлиелопская тюрьма была здесь. Я здесь музей посмотрю. Да. Ну это магазин. Ой, магазин говорю. Музей. Мотор музей. Старинных. Тот частный. Легковых. Да, частный. Ну это автосервисы это все. Хорошо как отделали. Вот давно не было тоже. Вот смотрите. Вот она. Центральная Елгарская больница. Тут и роддом. Наши дети здесь все родились именно. Наши два сына. И младший, и старший все здесь. Вот вам немножко показали этот райончик. Опять немножко с погодой не повезло. Так что покатайтесь с нами. Во, сейчас я покажу еще эмблему RAV. Ее хотели просто выкинуть. А вот он хозяин этого сервиса. Он забрал. И вот она где. Эта эмблема висела наверху завода RAV. Именно вот на самом заводе. Вот эта вот табличка. RAV. Рижская автомобильная фабрика. 15 лет отдал, друзья, жизни на заводе RAV. Но воспоминания только хорошие. Только хорошие. О проработанных годах столько. 15 лет только хорошие. Ничего плохого о заводе я не могу сказать вообще. Все. И зарплаты были у нас большие. Ну, кузовной цех. И кормили нас бесплатно. Талоны давали. Все. И на молоко. и диету. Диетическое питание. Все нам давали. Можно сказать практически бесплатно. Молочные накопишь талоны. Такие. Зеленые. Такие талоны. Белые. Вот насколько помню, по-моему, зеленый талон был 60 копеек. Вроде-то, да. Так все копейки стоило, друзья. Все стоило копейки. Все оплачивал завод. Так как у нас тем более вредная профессия как сварщики. Сварщики, шлифовщики, опайщики это доводка у нас. Кузовной цех. Где непосредственно уже как раз перед тем, как поднимать малярку покрасочный цех. эти кузова называли черные кузова. Черный кузов. Чистый металл. Ну вот опять солнышко, смотрите. Смотрите. сейчас проедемся возле замка, Милгавского замка. Сколько здесь было студентов. Наташа здесь работала в столовой. Там эти, это как называется, подвалы или как это там? Ну, эти нулевые-то эти этажи. вот сейчас по берегу проедемся вам реки Лиэлупы. Да, хорошо. Отремонтировали. Что ты? Значит, студентки хотели пришкольники ходить. Пришкольники. Ну вот мы немножко вам здесь, здесь кирпич, конечно, с восьми проедем. Да, Наташа работала. А сколько ж ты лет здесь работала? Ну, это ж года три ты работала здесь, наверное, да? три года это немало. Ну, это пока молодая это была. После училища получается, да? То есть, надо так и стоять на этом месте? Ну, да. Наташа говорит, столовая так и стоит на этом месте. Ну, возможно, потому что точно утощать. Я заходила. А ты заходила? Да, работала. А когда ты заходила, что-то я не помню. Ты без меня тут ходила? Не ярмарка была, или что? А, все, я вспомнил, да, да, да. Вот это Илгавский замок, друзья. А кто сейчас тут учится? А, это когда школы всякие закрываются и их сюда. В школе-то техникум. Они все здесь. Все здесь, да? Конечно. Да, 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 у вас все школы доремонтированы, да? Ну, это как пока временно дети здесь учатся. Да, 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 да. Смотрите, школы как долго ремонтированы. Второй, третий год? Да. Ну, этот замок огромных размеров, друзья. Тут, я говорю, столько студентов здесь ходили. Я помню, такими толпами идут, идут. Вот здесь вот по набережной, ну, набережной еще такой не было. мимо гостиницы и так далее здесь по тротуару. Да, столько было этих общежитий, забитых студентами, которые учились в этой академии. Пишите комментарии, кто учился в этой академии. Ну, тут не только приезжие учились, здесь же учились и местные очень много. Вот, деревень очень много учились. Ну, как с эти, с сельской местности имею в виду. Приезжали на автобусах и после учебы опять садились на автостанции на автобус и ехали домой. Знаменитая гостиница Югавская. Решили направо повернуть, потому что все прямо-прямо. Проедемся здесь по правой стороне. Дом культуры Елгавский. Да, тут сразу два рядышком этих лежачих полицейских здесь никак. Обороты немножко не наберешь. Они такие маленькие, такой удар будет, если ты на скорости хотя бы 30 километров поедешь. Вот это 12-этажка на горизонте. Смотрите, кирпичная. Ну, что тут мы видим? А мы видим, что машина едет Nissan. Nissanчик жив. Крыщина, барона улица. Как раз проедем мимо бывшего машзавода. Проходную покажем вам. барона бизнеса центра. Вот проходная, друзья. Пожалуйста, как раз проходную мы вам тоже покажем. Тоже пишите, кто работал на этом заводе. ну да, вот так вот подумаешь, конечно, пешком ходить, видео снимать, но много не пройдешь, друзья. Ноги устают вообще. Даже вот для молодых ну сколько ты пройдешь? ну километр пройдешь максимум. А на машине мы захватываем довольно-таки огромнейших размеров объем. Поэтому мы вам показываем город в основном на машине. Вот. Прикрепляем свою аппаратуру и поехали. Вот сейчас проезжаем мы детский сад. Никому не мешай, никому. Детский сад звездочка или ромашка? Звездочка? Звездочка. А тут написано? А я-то не вижу, я смотрю. Тудама, Тудыма, Судыма. Вот поэтому, говорю, мы на машине больше вам захватываем. Видео объем не получается. и по продолжительности. Да, будет возможность, конечно, бывает возможность, выходим с машины и показываем по возможности. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. делитесь с друзьями в социальных сетях. Сейчас налево пойдем. Вот, посмотрите этот парк. Возелс парк. Но тут еще нет таких красок. Смотри, да, Анташа? Да, прямо зеленое. Прямо зеленое все точно, да, почти что все зеленое. Да, 14 градусов тепла, друзья, 14. Относительно нормально, хорошо. Ну, нет, ветерок есть, но солнышко. Есть, есть, есть. Есть, есть. Это автошкола деревянная. Тоже кто-то учился. Я здесь когда-то начинал. Ой, сколько лет прошло. Я в 84-м году начинал на права учиться. на этом, друзья, мы будем заканчивать свое видео. Не забывайте, кто не подписан, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Вот как раз возле детской поликлиники мы заканчиваем свое видео. До следующих видео, друзья. Субтитры Продолжение следует...